Тема 819. Реклама в мужском туалете. Как не ворчим мы на вездесущую рекламу, которая ловит наше внимание то по телевизору, то с экрана монитора в очереди к кассе супермаркета. Но если смотреть с точки зрения извлечения прибыли, это один из самых доходных видов бизнеса. И тот самый городской сайт, предлагаемый по франшизе, основной доход предполагает именно с рекламы. Внимание рекламодателей достаточно легко привлечь, им достаточно показать, что вложив сумму, они получат гораздо больший доход, и они уже готовы платить. Но сделать рекламу привлекательной для ее потребителей, нужно постараться. Сегодня мало просто где-то разместить баннеры или объявления, потому что такой рекламы везде полной, и ею занимаются тысячи рекламных агентств. Нужно искать новые пути и новые формы одной английской фирме. Удалось удивить как рекламодателей, так и потребителей. Она придумала сделать интерактивную рекламу в мужском туалете, на экранах мониторов, располагаемых над каждым писсуаром, подсчитав заранее, что Внимание английских мужчин ничем не занято в течение 3 миллиардов минут в год именно в туалетах. Всяк в туалет входящему при приближении к писсуару показывается реклама и предлагается сыграть в игру. Мониторы трогать руками нельзя, он не управляется ни с экрана, ни с помощью каких-либо кнопок. Роль джойстика в этом действии играет то, что могут создавать только мужчины. Вот на этом видео показано, как они это умеют. Получается, человека сначала вовлекают в игру, а сами знаете, как трудно от неё оторваться, удерживают его внимание несколько минут, а затем показывают ему именно то, чего так страстно хочет рекламодатель. Рекламу, причём, от неё действительно трудно отвязаться, это вам не в очереди скучающим людям показывать на высоко висящем мониторе что-то, и показывают-то именно то, что нужно, то есть аудитория, мужская, чётко отделена от женской, пива, гаджета и прочее, что интересно большинству мужчин. Так как компания предложила рынку нечто революционное, по-моему, она даже запатентовала своё изобретение, конкурентов в мире у неё практически нет. Она уже установила в Великобритании 200 таких писсуаров с мониторами и собирается экспонсировать свой бизнес в США и другие страны мира. Представляете, на какой уровень дохода она выйдет в скором времени? Поэтому, если хотите иметь стабильный доходный бизнес, идите в рекламу, придумывайте новые формы и виды рекламы, помогайте коммерческим предприятиям получать ещё большую прибыль. Чем лучше и эффективнее вы будете это делать, тем больше будет ваш доход. Субтитры сделал DimaTorzok